Ровно два года назад в ходе контрнаступательной операции «Железный кулак» вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлак, Гаджилы, Гюерчинвейсяли, Ниасгуллар, Кечалмамедли, Шахвелли, Гаджи-Исмейлы и Саглы Джебраильского района. Новость о деоккупации населенных пунктов президент Азербайджан Ильхам Алиф поделился на своей официальной странице в Твиттер. По информации Министерства обороны на 19 октября 2020 года, на Агдаре-Агдамском, Физули-Гадру-Джебраильском направлениях, а также вдоль реки Аранс продолжались боевые операции против врага. В результате действий, предпринятых азербайджанской армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, два танка Т-72, две реактивные системы залпового огня «Град», 11 единиц автомобильной техники вооруженных сил Армении. В тот же день оборонное ведомство распространило видеокадры военных трофеев, захваченных у противников в Джебраильском и Физулинском направлениях. 19 октября 2020 года президент Ильхам Алиф принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции. В тот же день глава государства дал видеоинтервью российскому информационному агентству ТАСС, в ходе которого в очередной раз выразил приверженность Баку решению армяно-азербайджанского конфликта дипломатическим путем. Мы привержены тем обязательствам, которые беремся в рамках наших контактов с нашими партнерами. И с самого начала и в процессе переговоров по урегулированию конфликта мы всегда опирались и на международное право, на нашу приверженность решению конфликта мирным путем. И в том числе те обязательства, которые Азербайджан на себя взял после переговоров в Москве, мы стремились и собирались их выполнять. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия. И не прошло и 24 часа, как был атакован город Гянджа, спящий город Гянджа ночью. Причем целенаправленно удар был нанесен по жилым кварталам. И после первой атаки, а их было две, было очень много погибших и раненых. То есть Армения демонстративно нарушила перемирие. И тем самым она проявила неуважение к посредникам, неуважение к своим обязательствам, которые взяла после таких длительных переговоров в Москве. С начала военных действий в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 61, а пострадавших 282. В том числе нанесен ущерб 1846 домам, 90 многоквартирным зданиям и 341 гражданскому объекту. Продолжение следует...